здравствуйте мужи братья сегодня бы я вам рах хотел рассказать о своей поездке в потеряевку в общину единственную православную в россии единственная православная деревня к игнатию тихоновичу лапки ну как они живут чем занимаются и в общем мои впечатления об этой поездке начну я сначала я сам живу в городе казани те кто смотрит мой блог они уже наверно знают сказание до потеряевки примерно ну вот мы проехали на машине 3150 километров мы поехали отец мой и моя жена втроем прям я с работы выехал то есть потому что у меня работа сменная отпуска у меня нет еще отпуска только в сентябре еще будет и я подменяю меня нашелся человек кто подменит меня и мы сразу живут буквально я из работы выскочил и поехали все вот выхожу с работы выезжаем потеряю вот здесь я работаю аэропорт все сейчас за мной подъедет отец женой моей все мы выезжаем вот такие люди давай пересаживаться в дороге дорога была конечно долгая ну 3000 километров это немало но мы с отцом менялись и за нас очень много кто молился и игнатий тихо в том числе и слава богу дорога прошла спокойно без каких-либо пришествий мы даже особо то не отдыхали на часа два только остановились отдохнуть так менялись просто постоянно ехали я я я я спряталась каждые там часа в пять мы останавливались вставали на молитву сошли увидели поле да не успели отъехать уже поле только хотели встать помолиться и вот какое-то поле очень красивый наш люди все идут что это такое мы даже не знаем идем посмотреть как раз и помолимся здесь красота какая люди ходят собирают что это за поле целый запах какой слава богу давай сейчас тебя буду фотографировать бы еще хотел сказать да во время езды естественно всегда часто читали писание в данном случае мы деяния апостолов читали посмотрели ролики всякие которые там я уже накачал полезные души полезны урал горные селения не передать на видео красоту все все в дымке в тумане пол четвертого утра караван сараи какие-то здесь слава вот ямки сейчас дают госпиталь красота слава 435 километров до омска приехали ищем еду сегодня пост в сухоябине всякие кафешки туда заезжали ничего постного естественно нету некого нечего поесть все только с мясом в итоге нечего есть вообще абсолютно в итоге будем есть просто хлеб и баклажановую икру на него мазать больше есть нечего 435 км до омска еще разговариваю там заберем детали и дальше едем если даст бог может послезавтра с утра приедем уже потеряем тут уже сибири ничего нету вообще потеряем кто не раньше отбел даже не до 10 я и не надеюсь даст бог три раза в день с останавливаться на молитву все приехали в омск за виталием вот он и тут живет улица куйбышева храм тут храм и здание какое-то может семинария духовная по местному пол четвертого утра до потеряевки около 900 километров осталось по оптимистичным планам планом если бог даст сегодня должны быть туда но это слишком оптимистично оптимистично машина маленький все кусочки казани здесь спаси господи спасибо благодарю тебя господи слава отцу и сыну и святому духу и 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 в и и и и ну слава богу проект поездка была хорошей мы приехали на сразу встретили накормили расположили помолились мы поблагодарили бога игнатий тихонович с нами пообщался немного отправил нас отдыхать далее мы с братьями вот там вообще не вот когда приезжаешь туда для приезжих есть домики для женщин и сестер и для мужей все это отдельно дома конечно старые такие деревянные ну вот как раз что нам как раз что надо мировом я даже не ожидал чтобы поделить так быстро там просто и игорь и так красочно рассказывать дубунов что в меру сергей владимир проходите это сестра ты сразу вещи бери будет здесь ночевать в этом доме а мужчина будет в том доме начать а потом заходите да мы потрапить там просто игорь дубунов рассказывает очень интересно я из даже забылся про вас надо смотреть нет он все осталось и до 9 то можно позвонить сейчас я вам позвоню игорь владимирович как хотите очень хорошо приехали я расскажу как машине себя женщина вести я такой-то я по тормозам потоки машин я потому что понимаю что бы случилось я по тормозам тормозу что такое случилось гляди там реклама была такая собачка хорошенькая я говорю если бы сейчас я не был в потоке вот так открыл дверь выкинул бы меня ты что дура совсем что ли обиделась верующая верующая такая обиделась вижу такая по глазам все он не будет разговаривать три дня ну что приходится ублажать ее за ужин разом этом пустили там кровати там в одном доме человек может наверно 20 ночевать как мне показалось минимум после этого мы все встали на вечернюю молитву братья сообщины помолившись после мы начали все читать писание то есть открывалось какое-то место писание и потом мы это обсуждали ну то есть живут братья из общины постоянно словом божиим и и постоянной молитвой это сразу конечно бросилось в глаза постоянно дети воспитание детей это вообще отдельность просто отдельная тема можно ее развить но они послушные вот чему рассказать ходят помогают с пол слова тебя понимает многие там были два человека они были в лагере игнатия тихоновича детском православном и конечно это воспитание на них очень сильно отражается беседы самое интересное что вообще не в этой деревне ну я не помню чтобы кто-то беседовал на какие-то мирские темы просто не помню всегда какие-то божественные духовные ну даже если а если какие-то мирские то это связано с каких с какой-то работой обсуждать обсуждение работы мы когда приехали уже сразу же был разговор уже мы слышали даже с окна беседы какие-то нравственные душу полезную игорь дубунов помощник игнатия тихоновича и вот он он там за старшего когда его нету то есть он вел какие-то беседы тоже обсуждение нравственно строить христианство в этот самый момент и надеюсь еще говорить не пошли с проповедью то есть было григория мариинский святой а пробу это христа христики где было и в аргийской истинной проповедь нету ее кто вот брату даже объяснил что да не в женах дело это все а в тебе самом ты спаси душу свою опять жены какие-то он начинает выискать забыл совсем эту жену и все у тебя жена главное это церковь теперь иди на проповедь вперед на проповедь пошел начинай с ними говорить тебя будут послать на три буквы дураком будут называть вот такие молодые семинариста вот такие пацанята будут сказать стоять а ты будешь бородой вот я у меня седая была он говорит козел пошел отсюда давай семинарист а другой стоит спокойно ты такой невоздержанный ты это молодой человек бери пример с этого а это такой стоит смотри давайте брать ему просто рожен объем и вот тогда у тебя начнется настоящая жизнь тогда попрыгаешь тогда поймешь что ты чего и тяжелый и постоянно постоянно забота только о душе человека вот никто там никого не бросает на следующий день мы проснулись подъем в 4 40 строго независимо суббота воскресенье пятница всегда подъем в 4 40 а ложишься уже каждый как вот он почувствовал своему сможет но мы все равно ложились все уже за 11 часов было потому что ну с братьями беседовали о вере но когда ты еще так побеседуешь питание когда мы приехали на следующий день приехали еще люди из германии с ливана там с москвы там с подмосковья откуда только не приехали и нам провели экскурсию по деревне игнати технич провел показал нам детский лагерь стан теперь он уже как музей идет вот эти все места которые в роликах видно все нам показали как они живут дома качелях покачались мы даже в баню там по моему затопили в баню сходили я хотел сказать питание как там организовано это вообще нечто ну во первых ты там в напряжении находишься поскольку знаешь что за тобой следит там поставлен дежурный который следит чтобы ты правильно ел к примеру все по писанию то есть сирахова сказано бесстыден тот-то опирается на стол то есть локти на стол кладет василь великий говорит что все животные наклоняются к еде а человек единственный подносит еду к себе и вот там эти правила действуют то есть ты должен сидеть и свою голову за линию стола ты не можешь заносить то есть к еде ты не наклоняешься еду к себе подносишь то есть берешь хлеб и подошь к себе еду и так кушаешь и во первых это заставляет ну как бы тебя парик порядку приучают к тому чтобы ты себя достойно во вторых это очень физиологически правильно для пищеварения потому что когда ты наклоняешься опираешься на стол то вес который в желудке у тебя от еды ты не чувствуешь муж опора идет на стол а когда ты ровно сидишь то как раз ты ты очень быстро наедаешься тебя еда сразу ощущается в животе то есть тебе не надо там чтобы сколько-то времени прошел для этого то есть это очень полезно и правильно ну себя дисциплинирует этим самым все вот эти правила я их принял и все я их в жизни буду всю жизнь вести потому что зачем когда ты узнаешь нечто хорошее почему это не повторять очень хорошие надо всегда себе брать и использовать и таких много правил то примеру и тарелку там дежурно слив чтобы она была чистая то есть и поел ты должен показать что тарелка чистая то есть хлебом ты должен ее все вытереть хлеб съесть и тарелки можно даже можно сказать и не мыть и также и с чашками жидкость там но вот у них там 300 литров березового сока было мы каждый день пили этот березовый сок компоты были сестры варили все тебе приносят у нас вышло три тысячи сто километров слава гуси и дядь нищие насытятся и вас валят господи отзыскающего живо область сердца их век века слава славе сыну и святому духу и ныне и пресно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови и освети дары словам истинной молитвы милость твоя да пребудет с нами хвала тебя отец сын и святой дух аминь 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 так садитесь сейчас как еще и доставлю пока что у нас есть можете сказать мне это много вот пирог с карасями карася прямо вот так забирайте а потом пирог ломайте кружки нужно все приносит ну в общем порядок и дисциплина и быстро потом к этому привыкаешь и понимаешь это гораздо лучше все быстрее происходит чем обычно нет никаких пустых бесед интересно что я не встретил действительно вот я не припомню чтобы я встретил там хоть одну какую-то пустую праздную беседу о мирском разве что там о работе тому что то делают братья там там какой забить там и прочее вот об этом могут они говорить по делу так нажимайте туда туда не толкайте больше прям по берегу должно идти по берегу нам же поле надо забивать игорь игорь надо подальше бы утащить то зачем вы так высоко нормально будет тут склон вы не понимаете просто чё мы делаем пошло пошло выл давайте по делу именно а так все беседы о божественном постоянно чтение слова божие молитвы даром до питания до пищи до приема пищи после приема пищи до работы во время работы после работы просто так такой любви и заботы вряд ли где можно найти и это именно любовь и забота к примеру как там происходит ты где-то накосячил что-то не так сказал что-то не так сделал после собирается вечером но или днем сразу собрание по по этому поводу и идет обсуждение чтобы не было ни у кого обиды почему ты так это сделал с чем это связано и тебя то есть там на камеру то есть если серьезно то ты будешь облечен на весь мир тебе это на пользу души пойдет то есть смирение даже бывает до слет доходят то есть люди плачут но потом конечно они очень благодарны потому что кто еще исправит твою душу ведь на том свете это поздно будет уже исправлять а там любовь то есть забота о ближнем о душе ближнего не о телесном а телесом там заботы если посмотреть там дома старые там они не покрыты ничем то есть видно что там удобства никаких таких нет у которых вот мы в городе привыкли а потому что а зачем они нужны для души они не нужны для души нужно наоборот чтоб человек себя в тонусе держал и все там это есть постоянные работают братья очень большие они трудолюбцы до последнего пота работают но это как то все в любви такое происходит в единодушии и бывают конечно конфликты потом они разбираются тоже все это но чтобы ни у кого на камне на душе не было для чего эти все разбирательства нужно во-первых для исправления во-вторых для того чтобы ни у кого ничего внутри не копилось не таилось он говорит я эти слова не произношу ты зачем это говоришь он должен знать значение слов зачем ты мог подойти сказать мне это мой гость я имею моральное право говорить ты не прав на тысячу раз это на ходу мне сейчас все это говорят зачем ты сделал ты уезжаешь по-хорошему ну просто по-хорошему вдруг в самый последний момент оправляешься на столе и размазал ты это понимаешь или нет ну да давай помолимся попроси у бога прощения господи вечер наступил услыши нашу молитву молись твои веселары господи разуми меня и открой мне разум рассуждение от дороги чтобы я погромче чтобы я слышал открой мне разум чтобы я был послушным человеком слушал разумных людей рассудительных божьих людей и поступал так как они говорят они по своей воле благодарю тебя господи за наставление за обличение из отца Игнатия через братьев наставление наставление растопи мое каменное сердце господи закончи молитву нас ждут слава тебе господь наш за все милости и твои щепроты которые получил здесь воздаем тысячекратно за их милости всем насильникам и дежим очень слава тебе отец и сын и святой дух во веки веков аминь слава тебе мальчик и проси и благословят лежащих в путь аллилуйя аминь также хотел бы отметить какая там подготовка к крещению во первых там само крещение оно происходит в троекратное погружение все как должно быть в озере там пруд у них мы сать этот сход с этого пруда делали чтобы было удобно потому что там ил и там вот мы из дерева не сколотили бар с братьями и поставили и все кто хочет креститься принимает православие у них проходит катехизацию от 3 до 5 лет но те кто уже давно находится в православной церкви то есть они были облиты но хотят принять нормальное троекратное погружение с формулой а еще не крещен для тех конечно это меньше там вплоть там до полгода там месяца ну там и там очень то есть собрание происходит как бы председатель комиссии которые задают тебе вопросы самые разные по вере твоей потому как там соблюдаешь посты по знаниям догматов канонов ты отвечаешь письменно все это записываешь и им отдаешь и потом они еще устно с тебя все это спрашивают это все за одним столом и вот и потом члены комиссии голосуют и кого допустить до крещения кого не допустить и эти голоса ночи это рекомендательный характер это они отдаются священнику батюшки отцу и акиму и тот уже принимает сам решение бога истина бога истина бога истина дадут а святого даши и как выбросил на каком основании вообще никак тебе это понятно еще не понятно это было тем более все гарантически молился антоний основатель монашеса молились и вдруг на нет дальше обещает если слушается подчиняйся своему духовному отцу и наставнику во всем что касается спасения то есть священник исповедовал сказал через кого вера не родились советуйтесь но каждое слово проверяйте смотрите вместо пасыря не берите волка и антон говорит поэтому доверяйте надо только через слово боже а то вы под себя поднимаете говорит готовы ли советовать все обращаться к нему за разъяснением поставить под контроль все свои поездки я вот за это смотрю поездки а зачем а мать наша сказала вот приедет я вам подпишу мать подпишет а кто она татарка мать подпишет татарка христианки она христианка нет она ничего она и дырена она ребятишек я света не ездит у тебя денег нет поехала вернулась ну никто не написал ну ты помолись чтобы ответ так получить почему вы слепые и тогда говорят мы на вас давали я считаю что этого не произойдет да я уже в принципе узнал все вы все эти годы почищали сходили в храм и почищали исповедуются мы верим вас еще женой вы еще не смогли видеть пожалуйста просьба такая нет видите в нас как бы противники вам мы хотим быть вашими друзьями и поэтому мы задаем вопросы и чтобы вас расположить в себе чтобы вас научить объяснить вам потому что тот этап который вы собираетесь пройти мы уже прошли очень давно и было очень много событий которые прошли в жизни нашей общей воронусти потеряется и много видели знаю что отлить к крещению надо в другом духе в другом состоянии и чтобы вы видели в нас друзья господь сердце верит в своем мире чтобы вы видели в нас все их своих арины противники просто я говорю ты что нибудь знаешь что у них о которых думаешь я сначала говори когда знал что Игорь Дубров что ты говорил то что его то он по эмоции по эмоции ты до этого слышал слышал за них абоневая они тебя не знают он не знал он задавал вопрос поинги а да Андрей Дубрович пожалуйста почему не знаю здесь лист в семье потому что я смотрел И поговорили со мной о кино, и очень правильное дело, с доверием поговорили с ним, и очень близко к душе. Я смотрел, как проходит, и вся информация, которая прошла, она вся. Собралась не в один такой, не базово, а в один какую-то картинку, которая просто позвалась душой, просто потянулась и потянулась сюда, и вот я здесь. Да, Виктор, скажите, пожалуйста. Если мы считаем какую-то общину с сектой, и ее руководитель, естественно, тоже относится к этой секции. Так считаете? Это первый вопрос. Согласны с этим, да? Ну, если вот какая-то община, мы относим ее к сектам. Считаем, что это сектант. Ну, по-пактически, да? Вот у них там есть пресвитер. Он же тоже относится к ним, к сектантам. Главный сектант. Главный сектант. Так? Наша община для вас сектант. С вашей общиной, я знаком, но я знаю, в отношениях к Елене. Конкретный вопрос. Нет, я считаю. Не считаю. Не считаю. Считайте церковь. Дело в том, что просто так ответить никак нельзя. Крышка очень хорошая, и архиерея приезжает. Это сегодня же, если я этому словам вам поверю, или вы уже слипой, или архиерея, то он захвоз в яму. Он служит здесь. Он обращает наши архиереи священника, приводит там. И нас не считает никто, это и засчитатель, еще у нас священства. Секты отсутствия института священства. То есть, ну не надо, скажем так. То есть, вот такие, в какой еще тогда? То есть, не как. А вот такие считатели, а я вам поверю. Вот в нашем случае, несколько человек, то есть комиссия решила, что пока им рано, и надо еще год подождать. Но батюшка все равно принял решение, что надо крестить. Поэтому здесь все как должно быть. Просто так никого не крестят. Если человек неверующий, если четко не узнает его веру, что он готов всю жизнь служить Христу, быть христианином, знает Писание, изучает его, и у него есть такое рвение, только тогда человека крестят. И то назначаются вначале два человека, которые к нему придут домой, у него дома узнают, как у него там обстановка, с ним там поработают. Ну его получше узнают, и потом они уже дают свое подтверждение. Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа ныне приисто и во веки веку. Миром, Господу помолимся. По силам человека мира и спасения душ нашей. Господу помолимся. О мире, и smell мира благосостояние силы. Дальше шагните. Дальше шагните, не по колено же обладе. Все по-своему делаем. Дальше шагните. Ты там? Все зря. Ты там? Да, да, да. Вот куда надо шагнуть. Еще шаг. Имя Сергий. Дальше шагни крещен крещается Раба Божий Сергий во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Во веки веков. Аминь. 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 И Святаго Духа. И Святаго Духа. Уважаем. Аминь. и не испыть кусок Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 что там, но мы жить друга не знаем мы ходим в храмы в субботу и воскресенье, после расходимся и другу ничего не знают, никто другу не увещевает никто другу не обличает это и запрещено, ты кому-то если что-то скажешь, все, он обидится в храме, если женщине сделаешь какое-то там, замечание тут ни о ком смирении не пахнет там будет такая обида это вообще погонит тебя, священник будет на ее стороне вот так это в наших храмах это происходит никакое нету общения между братьями там же вообще не так там наоборот в храмах полный порядок и тишина, запрещено говорить даже шепотом, запрещено ходить без толку крестные знамения все накладывают правильно сидит страж при входе и смотрит как все входят чтобы все правильно делали поклоны знали правильно были одеты не было там обтягивающего там не открыта шея платки были под булавку чтобы ни одной волосинки не было видно если нет, то делается замечание потом разбирается по какой причине кто как стоит почему он там крутится что да как кто сегодня во время моления готовились как молиться наши сестры ходили на исповедь и выходят хорошо замотано все как надо но у нас в уставе написано два платка под булавку я сказал они все сразу переделись сестрам нет никакого замечания абсолютно там муж идет за обед позови его иди чтобы он пришел так куда без рукавов куда ты идешь куда ты пырешь бабка поймала вон они без рукава я где вот эту вот сегодня уже четыре раза заставлял я на что это рукава засушила я суровыми словами тебе говорил ничего путанности я не жду ты дома придешь ты обязательно будешь за сущенными рукавами ходить вы хотите узнать что такое так тихо не разговаривают здесь посчитайте труды Максима Степаненко он вам скажет как русских шалах воспитывают они ничему больше не пригодны на втором букву алфаве это только называть было и все закладывается сегодня ты приехал туда тебя сейчас от камни туда не затянешь я тебя уже от противника вот так вот потому что я каждый день тебя давлю здесь и ничего не добилась и не надо удивляться что ты пошла учиться и все предметы запустила и ничего не сдала почему упрямый дух наклониться даже рукой полной можешь достать в таком возрасте еще что ты уже сгорбатилась ты можешь быть другая ты не хочешь развития духовного нету телесного ничего нету как ты думаешь жить не знаю тебя уже не один раз предупреждал говорил ты лукавая стола вам не кажется что вы одеты вот посмотрите на вас и посмотрите вот сидят я их не выбираю двое мужчины третий снимает четвертый сидит я их не брал они сами сели вот сюда вот тут как раз вот посмотрите разница какая жентика у вас не церковная одежда у вас сзади гайтан видать открыта вот настолько вот шея я не видел я бы вас задержал у нас есть наблюдатель наблюдатель зашел раньше вы позже зашли одежду постарайтесь заменить вот так чтобы одеты чтобы ваши цепи было видно этого нету зайди обойдите все иконы садитесь пожалуйста проходите нигде на иконах этого нету чтобы человек стоял руки сзади ни одной иконы во всем мире кто делал так кто руки держал сзади вот а почему пока пока старайся внимание отдать не зубам хлебу а тому что я говорю это у меня однажды я ни разу не подошел и не подошел из-за мужа из-за мужа то есть я стою рядом и вижу это необычное я должен сказать нарушение устава а я стою и ничего не делаю из-за мужа а почему сама догадайся могла женщина одна которая сзади Надежда Васильевна прямо плотой сидит и она не видит не знает поэтому ее слова теряют ценность она знает грубое нарушение стоят руки так сзади маленько пойдя опять руки опять назад что тебя дергают стой и молись девочки я принес стул ты видела? да Надежда Васильевна осталась всего 7 минут до окончания службы она ее дергает на скамейку на которой инвалиды сидят зачем когда есть ступенька скамеечка маленькая дана зачем ты вылезла и она не стала сидеть села добро показываешь ей дали сиденье личное ты ее рванула к себе там Люба сидела спорить я не буду спорить кто еще не знает Надежда Васильевна ну пожалуйста я девушкой поставил детская маленькая она села да она чем сидеть там гораздо шире Игнатика благословите Володю помочь на костер идти сейчас уйдешь сейчас значит не христианская одежда вот эту верку подумай как чтобы одеты были где вот христианс то же самое надевать а волосы давай я их не выбирал вот смотри они пришли сели трое пять человек шесть обожди ну глянь на людей шесть мужчин я их не выбирал они сами пришли сели разница есть 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 поэтому идешь в церковь а не с собаками заниматься сделай чтобы не было видно креста а вот он их где да нарисовал такой который такой сам а с кого рисовал своей блудницей говорит нарисовал икону Божьей Матери потом узнали да выкинули а другой верботов нарисовал вы не смотрите на это в церкви другой образ жизни вот повернись сколько у тебя сзади ну что это такое женщина придет мы что-то сделаем замещать а ты мужчина стоят вот они трое значит заменить поискать пришить вам понятно это понятно теперь смотрите стоит впереди меня человек вы много знаете да очень стоит впереди меня человек он еще не делает вот так я его убил ты что делаешь а что я делаю ты не знаешь это болезнь какая блудная лихорадка а как вы узнали а я вам все моление только о блуде и думал я так говорю я так говорю не ну не ну а ну не все моление о блуде ну не все моление я хорошее порнографический фильм смотрел да во время службы он стоял перекатывал вот это перекатывание означает что у него сейчас в охотке он но сейчас это не может ничего в капуле они рядом стоят как жили в церкви даже он ближе отбрасывает а то есть свободен и не помогает заменить чтобы вот это тощий шей Игнать Ильич Игнать Ильич раз пошла это хочу еще сказать штаны не церковные совершенно ну это уже у него он приезжий тут уже никак он залепил тут надпись была листинку он быстренько справился с этим помочь справиться чтоб цепи не было видно вот я не выбирал во вторых шесть братьев шесть всех одинаково закрытых просто штаны вот эти все все нормально все прошу не мешать все смотри ты откликаешь Игорь уже тот присоединился нужен свою компанию архборзуете слушай внимательно блудная лихорадка этот ролик достиг Америки и там они с него с ума сошли как они начали выкручиваться смеяться ха 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 артистов поставили а я когда говорю в это время они заливаются ну такие есть которые хохму строят а почему блудники я назвал своими именами где-то сегодня кто перекатывался так вот а потом ногами вот так вот выворачивают я не придумываю я стою рядом храм это место особого присутствия Божьей такое мнение существует и поэтому в храме вести себя пристойно не перекатываться пятки вместе только пришел стоит вот так вот ноги вызвал ну почему ты так в морфлоте служил это моряки на корабле корабль качается в них а как они стоят морские пехотинцы ты это для чего это делаешь не знаю я тебе сейчас поясню и кто приехал с Ахирием с Ахирием приехал прислуживает так ребята обижаться на меня бесполезно я вам только хочу сказать ни в одном храме нигде наблюдателей нету кто пришел как пришел как одетый иногда пишут брюкок не заходить но это только слова сплошь и рядом ходят вы попали в нужное место и в нужное время как говорится значит так если ничего ничего нету при любой материи сделайте воротничок и пришейте это вот так чтобы он стоял не было закройте шею мужчину иначе мы не имеем моральное право требовать сестер они все сделали ни одного замещания нету все платки надеты хорошие но у нас два платка написано вот ставим четвертый пункт ты помнишь в прошлом году я говорил о чем как сзади сфотографировал мужчины трое стоят а я сфотографировал сзади тут сосны упадали вот такая штука брат шансовская тема была да да очень сильно зажеванная и как будто вышел на высоту торгует своим с богом садитесь я прошу быть внимательными в храме да всего всем есть дело страж следит за тем чтобы когда говорят оглашенные загите оглашенные выходили и они все выходят но а а а а о а а а Ильи соглашенные, извините, соглашенные, извините, ильи соглашенные, извините, что никто от оглашенных или вселенной. Спасибо, спасибо, Господу помоимся. Господи помилуй. А потом, когда с миром изыдем, все обратно заходят. В храм, когда приходишь, за 7 минут обязан ты там быть. И наступает 7 минут тишины. В этот момент все настраиваются и молятся. В этот момент в храм тоже запрещено всем заходить. Да и во время богослужения в храм запрещено заходить, то есть никто не может нарушить дом молитвы, то есть тишину этого покоя. Это просто запрещено. Порядок большой, то есть ты спокойно можешь сконцентрироваться и помолиться Богу. Нигде такого ты сейчас не найдешь. Там постоянно ими занимаются. Игорь Дубунов, песня с утра уже подъем, начинается с песни о Христе. Заканчивается день Христом, начинается день со Христа. Не просто молимся, помолились после читаем Писание, после обсуждаем Писание. И жизнь постоянно в этом пребывает. Все вопросы только о душе, о нравственности. Все каноны там исполняются. В храме никакой торговли нету. Свечи настоящие. Ни за что не платишь, ни за таинство, никаких, то есть если помянуть кого-то в молитве, то есть записку, ты никаких денег за это не платишь. А не так, как у нас. Все за деньги. И все формально уже на деньгах строится. Вот я раздавал Евангелие. Как православный, так деньги сразу сует. Я говорю, ну сразу видно, что православный, ничего без денег нельзя. Конечно, это все не дело. Не было так никогда. Ни первые христиане так не жили. Все покрывала святая десятина. Люди приносили все к ногам апостолов. И все было общее. Сейчас, конечно, этого нет ничего. Развита торговля, небрежное крещение. Без денег даже не воспринимается никакая служба. Ходит бабка там с корзиной. Бывает, по два раза деньги собирают. И ничего, не помолиться нормально. Но благодатность церкви это не отменяет. Все это есть. И мы должны в церкви работать и делать, исправлять это, чтобы было, как должно быть. По канонам. Вот церковной традиции. Там все это есть. Там все это исполнено. Ведь, представляете, единственная в России православная община. Где еще такую-то общину найдешь? Вот мне брат подсказал, говорит, он знал, что Павел Таганровский такой святой есть. Тоже мирянин. И вот у него тоже община была. А это еще там 18 век. То есть там 200 лет назад. Но, представляете, и сейчас вот есть в России такая община. Это же чего-то стоит ее создать. Конечно, отдельное стоит упомянуть Игнатия Тихоновича Лапкина. Но для этого надо отдельный ролик снимать. Потому что тут сразу так его не упомяняешь. Но больше любви, чем у него, я нигде не встречал никогда. Любовь такая, которая не потворствует греху. Любовь, которая тебя прожигает и разделяет тебя с грехом. Ты понимаешь, что он берет заботу о тебе, о твоей душе. И печется о ней. Вот даже брат у него, отец Яким, когда я ему усповедовал, сразу сказал, когда будет, если, говорит, что-то, будут у тебя какие-то вопросы. Или что-то будет. Любое время, говорит, звони и спрашивай. То есть заботится. Он понимает, что он будет отвечать за мою душу перед Богом, если он взялся. И я понимаю, что я не могу его подвести, поскольку Господь с него взыщет. И в этой вот братской любви, все в этой вообще не живут. Заботьте друг о друга. Конечно, там есть люди, которые выпадают, кто не выдерживает это. Они уходят в мир. Конечно, там погибают. Никто в лучшее ничто не приобрел, выходя. Но вот наша, мы должны, это самая высокая планка, которую они там подняли. Мы должны на нее равняться, на эту планку. И даже живя в миру здесь, мы должны пытаться тоже жить так же между собой, организовываться, изучать Писание, организовывать такие кружки со священниками. До друга назидать в братолюбии, скротостью, а иных страхом, потому что и страх очень нужен. Страх Божий. Вот, можно сказать, страх Божий и Любовь. Я бы сказал это вот, если взять Потеряевку. Вот это основные тезисы, как бы основное, что можно взять, что отсутствует много где в другом месте. Это страх Божий и Любовь. Ну, мы там пробыли три дня всего. Эти три дня, конечно, были как для меня, как во сне. Физически, конечно, было нелегко. В 4.40 встаешь. То есть обязательно подъем в 4.40 всегда. Не важно когда. Пять, субботы, воскресенье. И дети встают тоже. В воскресенье там вроде им дают побольше отдыхать. Молитва. Завтрак, молитва, обсуждение, работа, молитва, обед, молитва, работа, богослужение, обсуждение, потом ужин, после ужина молитва, чтение, писание, изучение его. И костер, вечерний костер. То есть там яма специальная. Вся деревня собирается на костер, поют христианские песни. Песни взятые из баптистских сборников. И среди них там выбраны специальные хорошие песни, которые там не содержат никакой ерести. То есть хорошие песни. Все поют их. Никаких мирских песен никто не поет. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Какого года? 65-го. Ты впал мне в негодяйство, сыновья? Да. Вам еще большой привет от нашего, моего папы и его дедушки. Хорошо, все еще приглашаю в гости. Передам. Пусть ищет кого-то, от тебя приезжай. Вот еще, вы что домой поедете? А вы что, не знали, что они еще? Не знал, иди-ка сюда. Слева, не забывайте, к занятиям подключайтесь. Редко так бывает, что приходится обниматься по два раза на дню. Помогите, Господь. Очень ты мне понравился, прям ты настоящий христианин. Даже с первого раза прям, как увидал. Благодарю, все камни на себе берете. А ты, брат, знаешь, военная подготовка еще влияет. Дисциплина. Мы друг друга понимаем. Да? Ну это сложно, да. Ну, в общем, я жду конкретных обличений, если вдруг что. Это без стеснения. Катя, помоги, Господь. С Богом и ценные. Ну, берегите друг друга, как обычно говорят. Благодарю вас за эти три дня. Понимаете? Не обижайтесь на мужа, если вдруг он что-то скажет, что я главнее. Это бывает иногда. Это надо. Чтобы подкабушникам не быть. Вы же видите, мы какие здоровые, а вы такие маленькие. Это для меня нужно больше. Это мы не можем просто быть подкабушниками. Ни в коем случае. Иначе мы не будем христианами. Да. Так что... Брат Сергей. Вся раз, да. Счастливый дорогой. Родной. Счастливый дорогой. Отлично. Вот ты вот питал сына прям прекрасно. Слохо. Считали так, что голосуешь? Да. Скажи, с чего началось сейчас там? Оторви. Я благодарю Бога за то, что познакомил меня с Игнатином Тихоном. Еще. С этой общиной. С братьями. С отцом Якимом. С Игорем Дубуновым. И с другими братьями. Которые очень большое на меня впечатление в произведении. И сестрами. Которые так смиренно выполняют свою работу. Служат Богу. Молчат. По Писанию. Не учат. Такого я нигде никогда не видел. Благодарю вас еще раз, братья. Слава тебе, Отец, Сын, Святой Дух. Отец. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»